Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанна Фетисова. Это моя кухня. Собственно, я уже вела один мой домашний влог, когда я делала маски. Тоже я была на своей кухне. Вместе немножко приберемся и заодно поговорим. Как все обычные женщины, я обремена домашней работой. Я не сильно по этому поводу переживаю. Кстати говоря, вы специальную какую-то домашнюю одежду, дорогую, красивую, приобретаете для дома? Я просто надеваю ту одежду летнюю, которую я перестала, например, носить. Ну, то есть вот какие-то обычные удобные брючки, стрейч и любые футболочки, которые... Ну, они новые, но просто я не буду такие футболки носить. Или мне кто-то подарил, или я как-то так случайно купила, либо специально купила для дома. Ну, естественно, я не делаю дома никаких сложных причесок и не хожу в макияж. Ребята, вот сейчас как есть, вот с такой прической брала невидимочками, волосы отрастают. Ну что, будем с вами делать, наверное, какую-то домашнюю работу, будем разговаривать и потом сделаем с вами маску, попьем вместе кофе. В общем, нас ждет обычная домашняя женская работа. Я сейчас размораживаю, как вы видите, да, это филе трески. Ну, в общем, что приготовить очень-очень быстро. Есть у меня вот такие вот рецепты, какие-то прям совсем такие быстрые, несложные. Если я не успеваю сделать какое-то интересное сложное блюдо, если у меня не так много свободного времени... О, слышите? Недовольна плита, потому что я поставила на кнопочки. Смотрите, в этом пакете была рыба и написано, я думаю, вам видно, без фосфатов, да? Действительно ли это так? Спрошу у мужа, не знаю, у него, вы знаете, да, образование есть, химико-физико. Вообще, если на соли написано без натрия или там с пониженным содержанием натрия, ну вот сейчас здесь такого не написано, это обычная соль, но есть такие маркетинговые абсолютно ходы, это неправда, потому что соль это, в принципе, с натрием. Поэтому это вас просто обманывают, но это смешно, соль без соли, какая-то глупость. Сняла, как вы видите, специально вот такая вот подставочка, подвес, вот сюда же он вешается, на контейнер металлический под масло. Очень так же, как и вот эту подставку под деревянные разделочные доски. Я залила вот такой вот жидкостью, не знаю, посмотрим с вами, насколько она жироудалитель. Санита очень-очень бюджетное средство, покупала я его в фикс прайс. То есть я прям вот так вот ее немножечко сбрызгиваю рыбу, естественно, уберу подальше. И потом мы с вами по трем посмотрим, насколько это будет эффективное средство. Использую сейчас вот такие вот скребочки, ну они продаются во многих местах. Я, к сожалению, долго искала, муж нашел, это уже новый. И вот казалось бы, вроде бы, да, вот просто какая-то потертость на плите, но представляете, нет, если вот так вот оскоблить. О, ужас! Представляете, это нагар. Я, конечно, каждый раз в шоке, на этих плитах не видно абсолютно ничего, но вот в итоге оказывается, что здесь есть нагар. Немножко шебуршит раковина, простите, какие-то звуки, естественно, будут. Давайте теперь попробуем оттереть. У нас очень такая тяжелая вода, то есть прям буквально артезианская. И в действительности очень сложно все оттирается. Естественно, я ставлю доски чистыми, деревянные на эту подставку, поэтому жира здесь быть не может. Так что вот весь налет, который здесь есть, это налет от воды. У нас артезианская вода. И все через 2 часа покрывается брызгами белыми. Поэтому вот когда вы меня спрашиваете, Жанна, покажи свою идеальную кухню. Ребята, я не могу вам показать кухню идеальную. Чтобы эта кухня была идеальна, мне нужно каждый час протирать тряпкой, шлифовать все. Потому что у нас везде на кухне брызги белого цвета. Те, у кого, я так думаю, может быть на даче вот такая вот вода, вы, наверное, меня поймете. Я по этому поводу перестала волноваться. Больше это не сильно беспокоит. Ну, брызги и брызги. Ну, что делать? Я все-таки не профессиональная уборщица. Я знаю, что есть люди, которые очень увлекаются минимализмом, чистотой. И они целыми днями могут переставлять все с места на место. Но я думаю, что если я буду каждый день заниматься только чистотой на кухне, то я абсолютно уверена, что я даже ничего снимать не буду успевать. Ничего монтировать, уж не говоря о личной жизни. И не говоря о том, что я преподаю, и мне хочется еще, и кроме уборки в квартире, выходить иногда куда-то, да, встречаться с друзьями, общаться и так далее. Ну, смотрите, вроде как все оттерлось, да. То есть вот это вот средство, в принципе, хоть и совсем прямо бюджетное, но оно работает. Давайте буду совмещать полезное с приятным. Полезное – это общение с вами. Вот, приятно. Это тоже общение с вами, ребят. Я не держу тут, честно говоря, особого какой-то радости. Но я медитирую, можно так сказать, наверное, пока я делаю уборку. То есть для меня это не трагедия. Я никогда не расстраиваюсь по поводу того, что мне что-то надо сделать, если даже какая-то грязная работа у меня. Такие обстоятельства были резкого возрастления. Я вам немножко рассказывала уже, да, об этом. Получилось так, что в детстве я жила с дедушкой, который в очень сложную, такую тяжелую ситуацию попал. У него умерла рано жена, моя бабушка. И, к сожалению, его постигла глубочайшая совершенно депрессия. В общем, никому такой не пожелаешься. Сейчас я только поняла, что это была бешеная депрессия. Наверное, мне нужно было, ну, пожалеть и войти в ситуацию. Но мне было 8 лет. Я не могла никого в этот момент жалеть. Он просто спал с ее фотографией. Ну, это вообще ужас, никому такого не пожелаешь. И до этого они познакомились сразу после войны. И они прошли оба всю войну. То есть они оба воевали 5 лет. Я даже не представляю себе, как можно воевать с 18 лет. Для меня это вообще ужас, конечно. Но как-то я не особо много слышала от них про войну. Ну, что-то, конечно, дедушка, когда я плакала по поводу ушибленной какой-нибудь с коленки, говорил что-то из серии. Ну, знаешь, дорогая моя, тут плакать нечего. Знаешь, как было на войне? Оторвало человеку ногу или там кисть. И я беру ее, в кармашек складываю и его на себе несу. Представляете, всякие разговоры. И я сразу как-то так скромненько прекращала плакать и говорила, ну, да, да, да. И все, прекращала. Он начал мне играть в шахматы. Ну, вот этот вот кризис, его, конечно, свалило абсолютно с ног. Он очень сильно упал духом. И как-то, видимо, бабушка была центром для него таким духовным. И он просто потерял все ориентиры. Он только выпивал и ложился спать. И так целыми днями. Естественно, всем хозяйством пришлось заниматься мне. Почему-то говорю, потому что, естественно, дедушке потом пошел инсульт за инсультом, инсульт за инсультом. Ну, вполне понятно. То есть человек, который не пил раньше в таком количестве, естественно, организм просто в шоке не выдержал. И уже дедушка умирал, собственно, на моих руках. Поэтому, ну, в общем, я сейчас уже так спокойно об этом говорю. До этого, конечно, выплука на слезы было много. Тяжело. Тяжело, ребята. Когда ты учишься и в институте уже, когда учишься, и со заменой памперсов, уходом за больным человеком, который с трудом что-то может иногда произнести, и это, конечно, ужасно, честно вам скажу. Но зато все, что касается неврологии и неврологии, я теперь хорошо знаю, к сожалению. Да, не знаю, нужно ли это или нет, но, по крайней мере, когда с моим одним из моих близких людей кое-что похожее случилось, я имею в виду такой вот типа инсульта, я его сразу же узнала, потому как я это все видела с детства, и, естественно, вовремя вызвала скорую, и никаких по этому последствий не было. То есть такой вот опыт, он даже может быть печальный для определенного возраста, да, молодого. Ну, тяжелый, безусловно, опыт, но он, вы знаете, даже потом как-то применим. Вначале кажется, ну, вообще я несчастная, и вообще как так можно, и почему это досталось мне, да, но потом ты понимаешь, наверное, для чего это было нужен, вот такой вот опыт. Конечно, идеально, вот этот вот известковый налет нужно снимать только кислотой. Здесь есть кислота, но, видимо, ее недостаточно, потому что вот сейчас мне капнуло на руку, и у меня даже уганищик. Давайте сейчас как-то обратно это, о, боже, не смейтесь надо мной. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Главное же, я ее сама и разбирала только что. У меня зрение не идеальное, иногда я вот так щурюсь, не обращайте внимания. В первые два отсека я ставлю обычно вот такие вот маленькие досочки. Кстати говоря, я их тоже очень часто промыла в посудомоечной машине. Кто хочет, чтобы доски были чистые, не бойтесь это делать, если хорошая доска, она не размокла. Так, вот, все, ура, у нас с вами чистая подставка под доски. Так что к уборкам я отношусь спокойно, я привыкла это делать, как вы уже поняли, да, с 8 лет сама. И как-то мне это не кажется обидным абсолютно. Очень часто я включаю, например, какие-то видео смотрю. Возможно, слушаю книги, которые еще не читала, каких-то современных, может быть, авторов. Либо классику с удовольствием слушаю в исполнении хороших артистов. Очень советую вам тоже для себя что-то такое найти полезное. И периодически слушать, если вы занимаетесь, например, домашней работой, чтобы у вас проходило с удовольствием это время, чтобы вы даже не замечали. Средство вполне справляется со своей задачей. Если, опять же, подождать какое-то время, здесь я не пшикала и зря сделала, наверное, нужно было все-таки здесь ставить масло. Поэтому вот тут действительно есть уже. Ну, что, в принципе, самая проблематичная подставка, да, у нас с вами была эта под масло. Естественно, она вся была в масле, это понятно. Так что, вот, мне кажется, это средство вполне даже нормально работает. За свои деньги, я даже не помню, сколько оно стоило, 50 с чем-то или 60 с чем-то или 80 с чем-то. Ну, в общем, точно не 500 рублей, как стоят аналоги немецкие, израильские у нас были. А, в принципе, и работает точно так же. В принципе, все, что происходит с нами, я так считаю, все происходит не зря. То есть, вот до того, как дедушка, например, вот таким вот образом упал очень сильно духовно и морально, ему было очень тяжело. И до смерти бабушки много-много лет, сразу после войны, руководила белой полицией, милицией тогда это называлось, и ловил очень сложных таких тяжелых преступников, банды, вооруженные. Вот, я даже в каком-то, по-моему, влоге вам уже об этом рассказывала. Это очень тяжелая работа, и, вы знаете, на его характере это никак не отразилось. И сейчас я смотрю, что, ну, просто какие-то другие ребята, которые служат сейчас у нас, да, в этих самых войсках, не войсках, как правильно сказали. У него не было профессиональной деформации, простите, что я скребу, да, мы с вами уборкой занимаемся. То есть, никакой жестокости в нем не было, даже при всем при том, что он руководил много-много лет, пока не ушел на пенсию. То есть, 23-х лет, представляете, сразу после войны, то есть, воевал он в 18-е, и с 23-х он руководил вот таким вот отделом. И в хрониках даже мы находим фотографии, первые там специалисты сложные там в борьбе с вооруженными формированиями и так далее после войны. И вон там есть на фотографии, что зависит то ли вот от того, что он был такой, по сути, добрый, наверное, человек, вот именно поэтому, наверное, я так думаю, мягкий слишком сдался. Но зато в нем не было вот этой профессиональной деформации никакой. Как я помню, он вообще ни с кем не дрался, он не был жесток, у него не было никакого вообще ни малейшего желания кому-то за что-то отомстить. Хотя, ну, я так думаю, наверное, он владел всеми этими единоборствами, ну, какими там, когда там, КГБ или как она называлась, да? Как-то обучал даже, естественно, народ какой-то. Трешь, трешь, и все равно все время что-то стирается. Какая-то бесконечная уборка. Все, все, протираем и все, хватит. А то мне эта плита будет сниться скоро. Так, ну, камера у меня разрядилась в тот момент, когда я хотела вам показать, как я делаю рыбу, но ничего страшного. Я сейчас расскажу вам после того, как мы с вами сделаем маску, я расскажу, какие приправы я использовала. То есть она у меня пока сейчас заряжается, камера, поэтому я на шнурочке поближе к вам сижу уже в зале. Кстати говоря, сижу я на диване, который мой муж делал своими руками, я вам уже рассказывала в одном из своих влогов. И, в принципе, в моем втором замужестве я пришла к выводу, что мужчина априори должен что-то уметь делать своими руками. То есть он, конечно же, совершенно не стаблер, не сантехник, но он все это прекрасно умеет делать. И это нормально, и это правильно. То есть вначале мне казалось, что это чудо, сейчас я глубоко убеждена, что так и должно быть. Вы можете меня переубедить, но это так. Девочки, кто планирует выйти замуж, послушайте меня, пожалуйста. Если человек только умеет играть на гитаре, хорошо одеваться и красиво уметь говорить, обязательно обращайте внимание на то, умеет ли он что-то делать или нет. Сейчас буду делать вот такую вот маску. Это гликолевая маска от Кадали. Не могу сказать, что она лучше работает, чем, например, крем с гликолевой кислотой от Reviva Labs, который я приобретала на iHerb. А стоимость у них, ну, вот крем в два раза дешевле, чем вот эта вот масочка. Вот я ее вначале прикладываю вот в такую тарелочку, мне так просто удобнее наносялись, не снимают дневной уход. Я могу себе иногда позволить очистить кожу с помощью вот такого тоника и потом уже наносить маску. Просто это будет правильнее вначале снять весь уход с лица. Утром я делаю натуральный косметико-уход. Я вам рассказывала, как я это делаю, где она у меня стоит и так далее. В своем видео я оставлю вам ссылочку на него. Вот сейчас, да, я чувствую, спирт испаряется, есть спирт. Но даже при том, что у меня такая склонная к сухости, ну, даже, скажем, все-таки больше смешанная кожа, да, в зоне Т, она у меня бывает жирной. Поэтому я иногда позволяю себе вот такие вот тоники. Не каждый день, но иногда позволяю. Считаю, ничего страшного в этом нет. Это просто хорошо очищает кожу, на мой взгляд. Вначале я перекрою вот этой маской от Clorans область под глазами. Просто, чтобы туда не попадало средство с гликолевой кислотой, так как глаз тоже не надо маску наносить. И оставшиеся на губы. И по инструкции написано, что необходимо держать ее 10 минут. За 10 минут она у меня на лице вообще ничего не делает. Я ее даже не ощущаю. Мне кажется, конечно, этого маловато. Я смотрю сейчас в камеру. Работает только минут за 20. Так что я сейчас, будучи в маске, буду вам все показывать. Расскажу, какие я использую специи для рыбки. Для того, чтобы у нее не был вот такой вот неприятный сильно аромат морской рыбы. Вот если вы используете морскую рыбу, а речную у нас не особенно любят в семье. Муж не любит, дочка как-то тоже так. Ну, много костей. В общем, не нравится речная рыба. А морская имеет вот такой сильный аромат. Поэтому давайте сейчас вам покажу, как я его удаляю. Итак, первое, что я добавляю в рыбу, не удивляйтесь, кроме соли, я добавляю корицу. Слегка посыпаю сверху кусочки рыбы, которые кладу в подсолнечное масло. Для того, чтобы они доходили, ну, скажем так, припустились. Не сильно поджаривая, а чуть-чуть. Корица убирает абсолютно вот этот неприятный аромат. Я вам рассказывала об этом в своих находках. Есть у меня такие видео с хозяйственными, косметическими находками, аптечными и так далее. Посмотрите мои видео, что-то, может быть, вы для себя полезное тоже почерпнете. Следующее, что делают рыбку очень-очень красивой и, кстати говоря, придает тоже такой немного пикантности, это куркума. Хотя она не имеет очень сильного аромата, но, как вы знаете, она имеет прекрасный цвет. Но, поскольку она не острая, в отличие от кари, я добавляю ее слегка на рыбку, просто окрашиваю чуть-чуть кусочки, и получаются очень-очень красивые. Вот эти приправы я приобретаю на iHerb. И уже в конце приготовления я добавляю кориандр и итальянская сезонная приправа. Вот она, это уже такой микс из травок различных. Очень-очень вкусный. Такой аромат дает рыбке, она совершенно становится на себя не похожа. И такое ощущение, что это очень-очень дорогая рыба. И вот, смотрите, сейчас дочка уже пришла из колледжа, кусочек съела, говорит, очень-очень вкусно, мама. То есть вот такие кусочки, получается, я их даже не поджариваю, просто-просто так слегка в приправках. Я не делаю никакую панировку, получается вот такая вкуснотища. А в качестве гарнира сегодня я делала, как вы видите, зеленую фасоль. Пока пью чай свой любимый зеленый. Не хотела кофе, но нет, уже поздно, уже времени много. Вечером я кофе не пью. Пью чай гибиску с лимон, показывала вам его, тоже заказываю на iHerb. И сейчас уже весь твой уход подготовила. Буду снимать все эти маски, умываться. И будем с вами вместе наносить уход вечерний. Ммм, очень вкусно. Ну вот, сейчас я умылась, немножко мокрая. Я думаю, вы меня извините. Первое, что я буду наносить, это вот такой вот тоник с витамином С от компании Andaloo. Мне очень нравится этот бренд. Я приобретаю эти средства на iHerb. Он с пульверизатором. Я вот так чуть-чуть как бы пшикаю на лицо и дальше уже разношу пальчиками. Никаких неприятных ощущений у меня от этого тоника нет. Хотя я знаю, что у некоторых есть ощущение покалывания. У меня нет никакого, хотя кожа, как вы знаете, у меня довольно чувствительная. И даже этот тоник я смело наношу вот так на зону ушей и декольте. Ну уж прям раздеваться сейчас не буду, да. Потом уже донанесу уход. Сейчас, по крайней мере, не хочу оставлять после гликолевой маски лицо голым, без крема. Далее я буду использовать два средства от Шоконат. Они у меня уже на середине использования. Мне так понравились, просто шикарные средства. Это крем-сыворотка для возрастной кожи, шеи, декольте с лифтинг эффектом, с ботоксом. Здесь активные компоненты ботокса. Вообще я даже не знала, что такое существует. И вот такая вот сыворотка вокруг глаз с маслом розы. Очень хорошая сыворотка. Я очень-очень люблю вот такие вот гелеобразные текстуры. Сейчас наношу сыворотку под глаза. На ней настолько здорово пальчики. Просто летают по коже. Тут можно даже, мне кажется, пяткой этот крем, ну, эту сыворотку нанести. И кожу вы вообще не растянете. Она гелевая-гелевая. Просто вот летают пальцы, смотрите, по лицу. По ней шикарно также делать лимфодренажный массаж. Всегда остаточки на губы наношу. И я несколько раз вам показывала лимфодренажный массаж. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста, в моих уходовых видео. Действительно очень хорошо отток идет. И вот по таким вот средствам, не только по масляным, да, его хорошо делать средствам. Ведь у многих же жирная кожа. Кто-то вообще маслами не может пользоваться. Не все такие, как я, 3 килограмма ухода нанесли, все впиталось и кожа опять сухая. То есть есть же люди, которые вообще это не выносят. А вот такие, мне кажется, средства, ну, просто универсально абсолютно. Очень мне понравились. Прям не ожидала от нашего российского производителя уже гордость какая-то. Вот она практически уже вся впиталась. Настолько вот мелкомолекулярная. Кожа прям съедает все это моментально. Сразу же все-все исчезает. И вот теперь те средства, которые будут работать на поверхности кожи, более, да, более густые кремы, сверху я наношу. Это будет от Jason крем. Два средства, которые я приобретала на iHerb. Jason с витамином Е, 25 тысяч. Хорошая очень здесь дозировочка. И это крем от Елизавета с такой вот странной, я не знаю с кем, яйцо какое-то спящее. И вот их как раз я буду сейчас наносить на лицо. С лопаточкой я вообще обожаю корейцев за то, что они такие все продуманные продукты. Производят в основном все с лопаточками. Всякие патчи тоже идут с лопаточками, чтобы было удобно поддевать, как бы его не пальцем туда лезть. Это крем под глаза. Вот этот странный с яйцом, да. Такой странный логотип. Рисунок такой забавный на конкретный бренд. И вот этот крем уже полностью идеально, прям так не впитывается, что хорошо. То есть он лежит сверху и работает уже непосредственно именно как крем такой. Который, однако, тоже очень гелевую текстуру имеет. Он не жирный. Я думаю, что этот крем подойдет в том числе и для многих типов кожи. Ну, в основном, потому что, конечно, у всех кожа примерно одинаковая. У кого-то более нормальная, у кого-то более сухая вокруг глаз. Просто здесь нет сальных желез. Поэтому, естественно, она не может быть жирной. Но мы все равно заезжаем вот сюда, да, на щечки. Поэтому с этой точки зрения многие не могут использовать. У них начинают вот здесь вот забиваться поры. Если крем под глаза очень жирный, а зона Т такая. Ну, довольно сильно склонна к салату делили. И теперь крем Джейсон. Воспользуемся той же самой лопаточкой. Мы хитрые. Красота, да. Этот крем Джейсон, он тоже вроде бы такой прям сильно питательный. И вроде такой обновляющий, хороший крем. А у него немножко такой, знаете, витамина С. Чуть-чуть запах, чуть-чуть такой кисловатый есть. Если вы не особо любите. Ну, он такой практически неуловимый аромат. Он действительно у меня хорошо впитывается. Вот сейчас будет казаться, что он безумно белый в камере. Но вот пройдет некоторое время, и он так куда-то впитается. По глазам я его не наношу. Витамин Е. Он прям почти как кислота в хорошей дозировке, да. Он обновляет кожу, поэтому под глазами он может начать шелушиться. На губы тоже не наношу. Аккуратнее с этим. Я помню, что я обещала для вас видео о кислотах, о том, как я именно вот кремы использую. Пока это пусть будет моим вступлением таким, да. Сегодня у нас была маска с кислотой гликолевой. И вот теперь витамин Е, который тоже очень здорово регенерирует кожу. Ну что ж, друзья, спасибо огромное, что вы были со мной. На этом мой влог сегодняшний «Домашний» заканчивается. Было бы очень любопытно знать ваше мнение по поводу ведения хозяйства. Какая часть зрителей моих считает, что квартира и особенно кухня должны быть просто идеально вылизаны. А какая часть моих зрителей спокойно относится, так же, как и я. Ну, то есть, может быть, любят чистоту, но при этом не сходят с ума по поводу минимализма и, может быть, какой-то уборки каждый день. Я жду ваши отзывы. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока!